Всем привет! Как всегда четверг, как всегда восемь вечера. Меня как всегда зовут Евгений Рыбов, а в гостях у нас историк моды, коллекционер и телеведущий Александр Васильев. Здрасте, Александр. Здравствуйте, добрый вечер. Очень-очень рад вас снова видеть. Меня как всегда зовут Александр Васильевич. Именно так. Александр Александрович, а не Александр Васильевич, как пишут многие в одноклассниках, обращаясь ко мне. Вот это да. Надеюсь, сегодня вы запомните. Во-первых, у нас с вами круглая встреча в некотором смысле. Вы были у нас в гостях ровно 100 выпусков назад. Как это здорово. Видите, как бежит время, летит время, но мы все еще бойко на тех же позициях. Да. И в тот раз не успели договорить, потому что очень много вопросов. Уверены, в этот раз не успеем, так что готовьтесь уже к визиту. Готовлюсь, готовлюсь. Первый вопрос, личный, личного характера. Вот этот у нас вышел спор со стилистом. Да или нет? Нет, смотрите, фасолеты всегда хороши, но только по цвету. Он вам не вяжется со всем остальным. Нет, он неплохой. Верно. А вы его поверните другой стороной. Секундочку. Вот этой. Да, ну можно я вам покажу? Конечно. Смотрите, дело в том, вот когда у вас платочек, первое, что вы должны делать, вы должны его раскрыть, поставить пальчик в середине, собрать это розанчиком и вставить розанчиком, а не вот этими кусочками. Либо розанчик вниз, и это тогда будет в вашем украшении. Понимаете, да? И здесь появился теплый фиолетовый, вам он идет, а берю за розанчиком и тогда вы заиграли. Да, да. А еще, как бы по вашему совету, я помню, обнажить верхнюю губу. Ну вы так и сделали. Короче стал. И лучше стали. Почему? Потому что вы омолодились, и вы возмужали, а это то, что ценно. В некотором стиле могу говорить, что вы мой персональный стилист. Ну, во всяком случае, я вам помог с удовольствием. Спасибо огромное. Спасибо. Помните об этих платочках фацулетти. Если у них теплые тона, вам они сейчас к этому образу подходят, а вот холодный и бирюзовый против. Запомнили. Хорошо. Все, начинай с вопросов масса. Что же пишет масса? Иду и задаю. Людская масса пишет. И спрашиваю. Во-первых, значит, график у вас, я так понимаю, расписан уже. Большой. Но если честно, пока что у меня есть все дни до середины. Июля. Ой, мама дорогая. Я имею в виду гастроли, записи, лекции, выставки, семинары. Этого много. Скажу честно, не только по нашей стране, но и за рубежом. Так вышло. Я популярен, говорю на шести языках. Имею возможность переведаться. Это очень хорошо. И это плюс. Это то, что держит меня. Когда ты чувствуешь, что тебя хотят, ты востребован и ты нужен. А что самое востребованное из этого всего? Сейчас больше всего любят онлайн-курсы, потому что многие женщины почувствовали, во-первых, отсутствие программы «Модный приговор» на телевидении. И желание не только ко мне приблизиться, но к моде приблизиться как таковой. Поэтому во многих соцсетях, не буду называть в каких, есть теперь и моя формула моды, и клуб «Стиль жизни» с Александром Васильевым. Туда приходят тысячи женщин, не скрою, им это нравится. Что они хотят? Они хотят ответов на вопросы, то, что вы говорите. Они хотят прямой речи, они хотят обзора фильмов, они хотят обзор тенденций, они хотят советы по цвету, потому что это всегда проблема, которая висит над каждой женщиной. Она не понимает, какой цветотип какому цвету больше подойдет, как праздновать весну, что готовить к лету. Потому что жизнь-то идет вперед, ничто не останавливается, и мы должны тоже идти в ногу со стилем, с модой, развивая свой личный бренд. Очень хорошо. Попробуем хоть частично закрыть все эти вопросы. Вот что спрошу. Сейчас же закончилась, насколько я понимаю, кутюрная неделя во Франции. Много было разных рецензий и отзывов, сейчас поговорим об этом немножко. Вы следили за показами? Немножко следил, но вместо меня туда ездила моя коллега Евелина Хромченко. Она пристально следит. Я больше занимаюсь историей, чем насущной сегодняшней модой. И это очень хорошо, потому что призма времени меня отделяет несколько от того, чтобы рубить с плеча. Но в одном очень популярном журнале телевизионном я каждую неделю обсуждаю звезд в их насущных, вестиментарных проблемах. И думаю, что даю хорошие советы всем читателям. Не могу не спросить. Наверняка, вы видели коллекцию Скиапарелли. Да. Это точно войдет в историю и станет объектом. Со зверями огромными головами. Ну да, конечно, войдет. Но дело в том, что мне... Как вам? Погодите. Нравится все. Это фан, это цирк, это спектакль. Но мне настолько нравится творчество самой Эльзи Скиапарелли, когда она работала. Это были 30-е годы 20-го века. В 40-е она была в Соединенных Штатах, только в 45-м вернулась в Париж. Опять открылась, но тут Диор подоспел, и ее дело было несколько разрушено. В моей личной коллекции, в фонде Александра Васильева, есть десяток платьев Эльзи Скиапарелли, подлинных той поры множество ее аксессуаров, духов, обуви, шляп. Смотрите, я, значит, ну, почитал отдельные отзывы, и, ну, можно их разделить на две категории в некотором смысле. Одни считают, что ничего нового некоторые марки предложить не могут, все стандартно, скучно, как бы здорово, красиво, но уже видели, пора закрываться. Другие считают, как раз, ну, вот, видимо, посмотрев на, ну, скажем, коллекцию Скиапарелли, что дизайнеры сошли с ума. Но такой носить никто никогда не будет, зачем они это все делают, пора закрываться. Отвечу. Вот. Никто закрываться не будет, и привлечение внимания публики – это главная задача каждого модельера. Потому что дома моды больше всего живут от продажи аксессуаров и косметики. Им надо, чтобы вы, зрители, сели перед экраном и смотрели во все глаза на эти удивительные образы. И запомнили только одну – фамилию дизайнера или бренда, который этот дизайнер представляет. Затем вы скажете, ну, да, на такое-то платье с львиной головой у меня деньжат не хватит, да и куда я пойду в моей шепетовке. Но зато вот бы дужки от Скиапарелли или платочек или поясок я куплю – это и есть коммерческое предложение большинства домов моды. Зрители надо растеребить на покупку, поразив его воображение. Наивные те зрители, которые думают, что то, что вам показывают в Милане или в Париже, на подиуме – это для носки. Нет, это для восхищения. Видите разницу? Молодцы. Все, понял. Как вы думаете, какими словами нашу текущую современную моду через какое-то количество времени опишут в исторических уже книгах о моде? Есть мысли? Кошмарный, кризисный период. Блестяще. Здесь, мне кажется, можно больше ничего не говорить. Абсолютно. Но он тоже закончится. Я хочу всем сказать – все всегда кончается мирно. Вот это главный тезис, который я хочу вам передать. Хорошо. Насколько я знаю, вы регулярно устраиваете кинопоказы. Очень часто. Кстати, вот как раз хотели на конкретных примерах сейчас показать для тех, кто не знает, как они проходят. Вы смотрите фильмы, я так понимаю, потом обсуждаете модные образы. Да, модные образы. Сначала я рассказываю биографию тех или иных звезд, историю их создания этих фильмов, бюджеты, которые на костюмы были потрачены. Те образы, которые родились. И очень много публикую в «Одноклассниках». Я хочу сказать, что я провожу каждый день час минимум в этой соцсети и выгружаю огромное количество уникальных фотографий, редких фотографий, которые связаны с такими образами моды, которые в насущной жизни читатели не видят. Они в основном посвящены истории. Это может быть история от эпохи средних веков до наших дней. Она рисует нам разные аспекты жизни страны, других континентов, аксессуаров моды. Я выкладываю украшения, шляпы, архитектуру. Очень много подписчиков, и я думаю, что я очень активно пользуюсь. Ну, давайте все-таки попробуем на конкретных примерах. Давайте, пожалуйста, конкретику я люблю. Наверняка вы смотрели фильм, который собрал рекордную кассу этого года «Чебурашка». Я не смотрела этот фильм. А ничего страшного, у нас есть фотография. Ну, чудесно. Смотрите. Старуха Шипакляк в исполнении Елены Яковлевой. Нет, Елена Яковлева чудно выглядит, но всегда надо думать о том, что паховая зона женщины не должна быть обтянута блестящей тканью после 50 лет. Спасибо, запомнили. Здесь просто главная ошибка. Потому что блестящая ткань отражает свет, а свет увеличивает формы. Что мы видим? Мы видим то, что вы видите здесь. Так. «Белый лотос». Прекрасный сериал. Замечательный. Замечательный. Естественно, звезда Дженнифер Кулич. Давайте посмотрим на ее образ. Понимаешь, что это не ее образ в жизни, а это образ персонажа. Если вы надели корректирующее белье в программе «Модный приговор», животик бы так не вываливался. Но в целом мы видим здесь образ бренда «Манки». Она держит сумочку с модным логотипом и старается всячески подчеркнуть свою светскую жизнь. Ну, то есть в целом хорошо. Очень многие подписчицы, одноклассников так выглядят. Так, и молодцы. И молодцы. Как в сериале. И фигурка похожая. Прекрасная «Уэнсдэй». И в целом сейчас пошло такое, я понимаю, готика опять возвращается к нам. Погодите. Вернется ли она совсем? Нет. В эпоху кризиса всегда хотят людей напугать. Знаете почему? Хотят сказать «может быть еще хуже». И тогда люди, действительность, воспринимают как-то, ну вообще-то в кино-то, вон нам показывали какие страшилки. У нас еще ничего. У нас еще терпимо. Поэтому, в принципе, в этом костюме нет ничего плохого. Если отрезать голову, вообще так нельзя говорить, ну как бы убрать эту голову, я бы сказал, что это Елена Коренева в эпоху 1970-х годов. Абсолютный ее образ. И здесь может быть любая другая голова. Понимаю. А все везде и сразу? Не знаю, видели ли эту абсурдистскую... Нет, нет. Вы меня спрашиваете. Хорошо. Вот и сегодня тест кино. Хорошо. Микробюджет был у этого фильма, и тем не менее он завоевал несколько Оскаров, если я ошибаюсь. Не очень хорошо. Это симпатичная антенна. Дело в том, что сегодня мы... Нет, нужно. На голове шарика подшипниковая, она очень хорошо смотрится. Ведь сегодня задача, как я сказал, удивить и поразить. Все, что было, мы уже видели. У людей две руки в основном, две ноги в основном, туловище, носик, глазки. Конструкция одна. Скукота, но куда деваться? Нет, и на эту конструкцию мы уже все примерили за последние четыре тысячи лет моды. Ну вот абсолютно все шире. Поэтому каждый раз мода хочет выйти из этой банальности и рутины, придумывает что-то. Но это что-то часто никак не практично, абсолютно нежизненно и точно не подходит для того, чтобы сесть в автомобиль. Крыша низкая. И тут... Кабриолет. Ну, кабриолет, и она улетит, туда залетит чайка, и она улетит вместе с ней. И вот очень мне сейчас важно узнать ваше мнение, вот этот персонаж из одного мультфильма. Ну, симпатичный японец, очень милый, дружелюбный. Стильненький, да? Веселый. Ничего особенного. Такие люди тоже попадаются на моем жизненном пути. Ну, видно, что какой милый, приятный, добрый. Чудный японец. Очень хорошо. Это важно, это очень важно. Это практически мое альтер-эго. Милый, чудный, добрый японец. Ну, вы не японец. Ну, и он тоже. Нет, вы скорее на Скандинава. Это, видимо, да? Вы скорее на Скандинава или на канадского лесоруба. У вас такое... Вот канадский лесоруб, мне как раз это скоро... Это ваш образ. Вот что хотел спросить. Пожалуйста. Нашел цитату, и она прям меня очень заинтересовала. Вы скажете, что стиль не тождественен моде. Абсолютно, это не ничего общего. Как простым языком... Никак. ...объяснить, что такое стильный человек? Ну, стильный человек это тот, который держится парадигм, то есть рамок одного стиля на протяжении долгого периода своей жизни. Люди не должны застыть в стиле старшеклассницы, например, в образе 15-летней девочки, или 25-ти, или 40-летней. Мы меняемся каждое десятилетие, но есть какие-то рамки стиля. Вот, например, вы одеваетесь в рамках стиля. Ваш стиль называется классика. Он мужской, элегантный, и к нему нет претензий. Каждый раз, когда на меня смотрят, то говорят, либо шарфик, либо бантик, либо турецкий диван. Ошибка. Нету здесь ни турецкого дивана, ни шарфика, ни бантика. Тем не менее, я считаю, что любая реклама это только вода на нашу мельницу. Хорошо, углубляем. Значит, разницу между стилем и модой более-менее мы как-то поняли. А есть ли разница между стилем и вкусом? Или это одно и то же? Тоже есть. Потому что вкус это гораздо более глобальное понятие, ведь он касается еще и ваших музыкальных предпочтений, ваших литературных предпочтений, ваших художественных предпочтений. То, как вы оформляете вашу квартиру, то, как вы сервируете ваш стол, то, как вы приветствуете людей, как вы сидите, как вы ходите, как вы разговариваете. Человек может иметь различный вкус, и он может быть привит с семьей, но часто люди развивают его в процессе образования, в процессе путешествий, в процессе посещения музеев, театров, опер, балетов, других важных для культурного человека мест, где вкус можно развить, а можно его и погубить. Может ли... Точнее, есть ли вещи, которые стильный человек, человек с хорошим вкусом, не может себе позволить? Или при грамотном сочетании... Ведь это еще вопрос воспитания, потому что, например, человек со вкусом не будет публично раздеваться, потому что личное пространство человека – это его тело. И выставлять тело на показ, как это делает одна известная балерина, как это делают несколько известных певиц из группы «Поющие трусики», это не является хорошим знаком человека со вкусом, потому что человеку с талантом есть что продать, кроме этих внешних телесных характеристик. Это надо всегда помнить и всегда знать. Думаю, что человек, который раздевается публично при каждом удобном случае, не является человеком глубокого вкуса. Ну, если это оправдано сценарием и обстоятельствами... Нет, это не оправдано ничем, это может быть оправдано только его профессией, если эта профессия связана со стриптизом. Это хорошая профессия. Тоже хорошая. Вот к чему я полез-то в эти дебри. Мы нашли, опять же, цитату 2008 года. Дело было давно, но было. Скажешь, что мерил хорошего вкуса, и образование всегда была аристократия. А, да, безусловно. Безусловно, это все правда. Дело в том, что у аристократов была возможность не работать. И развивать. И была возможность развиваться художественно. Сегодня аристократов настоящих осталось очень мало. Они есть. Но это маленький усенький процент. Все-таки монархия существует во многих странах Европы. Не надо забывать Скандинавию, Голландию, Бельгию, Люксембург, Великобританию, Испанию, Японию. Есть страны. Не буду все перечислять страны. В Азии, в Африке, Марокко и так далее. Не в этом дело. Дело в том, что у них было время на самопознание, утверждение и рафинирование. А также лучшие педагоги, которые пестовали их, обучали пению, танцам, вышивке, рисованию, прогулкам, эпикурейской жизни, жизни с удовольствием. Люди более простые, в тяжелых, бывают, рамках, потому что им надо еще кормить себя, детей, делать ремонт автомобиля, дома, платить налоги, заниматься своим собственным лечением, здоровьем окружающей... Обычная жизнь крестьянина 17 века. Любого человека, всегда. И поэтому, конечно, у аристократов было больше шансов. Сегодня мы в эпоху рождения новых аристократов, когда нувуриши подарили своим детям аристократическое воспитание. И возможность ничего не делать. И возможность ничего не делать, понимаете? Вот если говорить конкретно о нашей стране, я скажу очень красиво, чтобы никого не обидеть, у богатых людей в нашей стране было 30 лет с 90-го года возможность воспитать другое поколение не только сыновей и дочерей, но и внуков в новой реальности, когда для них были самые лучшие колледжи Великобритании, самые лучшие частные boarding schools в Швейцарии, школы моды Франции и Италии, университеты США были перед ними. И, возможно, при этом ничего не делать, не заботиться о своем заработке, потому что у их предков, назовем их так, были, мы не говорим, как они достигли... Маленькие свечной заводик. Были большие заводы, пароходы, газеты, рудники и нефтяные скважины. И, конечно, это наша новая аристократия, потому что аристократия не может вечно существовать. В Древней Египте были свои аристократы, но они потом погибли. В Византии были свои князья, они тоже не дожили. В Древнем Риме были свои, и они тоже не с нами. Поэтому сейчас мы видим рождение новой русской аристократии. Они не пойдут, простите, в бой, они не пострадают ни от каких санкций и лишений. У них есть красивые особняки по всей Европе, у них есть чудные автомобили и роскошные гардеробы. Мы часто бываем их слугами. Да, действительно, я часто выезжаю на консультации, не скрою. Это мой заработок. Да, я только что приехал из Швейцарии, обучал очень много состоятельных людей вопросом в стиле и вкуса. Они были довольны. Я был доволен и с удовольствием это продолжу, потому что всем нам надо зарабатывать, когда вы не работаете на телевидении. То есть возможность зарабатывать на красоте, делать мир красиво. И главное в своей профессии. Конечно. Я занимаюсь только своим делом. Я не лезу в другие ипостаси, потому что это просто не мое. Но честно ко мне обращаются, да, просят. Люди хотят воспитывать свой вкус. Да, они хотят получать стилистические советы. Да, они хотят узнать что-то из истории. Да, они хотят посмотреть интересный дворец, монастырь или собор со мной. Такое бывает. Имеет право. Ну, раз уж мы как раз про аристократию разговариваем, вот то, что сейчас в семье Виндзоров происходит, вот эта история. Не совсем стильно. Совсем не стильно, но дело в том... А вот тоже аристократия. Нет, дело в том, что младший брат наследника престола, возможно, это мое предположение, не является сыном короля. О как. Есть такая мысль, что он рожден... Все равно он воспитывался. И поэтому он себя ведет так, как не подобает потомку этой династии. Интересная версия. У него нету чувства угрозы и несовести, и он знает, чей он сын. Это интересно. Это мое личное... Запишем и проверим через какое-то количество лет. Это мое личное мнение. Интересно. Про стереотипы хотите спросить? Да, давайте. Есть некий стереотип, там, ну, скажем, француженка обязательно, значит, берет, шарфик не носит. А если наша девушка где-то, значит, на выгуле... Платок. Всегда полный парад. Нет, разным. Уже нет, да? У нас разные... Погодите. Все страны многогранны. Так. И я считаю, что шаблон вообще не нужен. Нету типичной японки, нету типичной израильтянки, нету типичной итальянки, нету типичной русской, потому что у нас, во-первых, очень много наций в одной стране под одной крышей собрались. Нету типичной литовки и как нету типичной ирланки. Все люди разного возраста, разного происхождения, разных вкусовых предпочтений, разного веса, разного роста, разного спортивного тела, и поэтому все на них может сидеть. По-разному кто-то семьянин, кто-то одинок, кто-то в поиске, и это очень сильно отражается на одежде. Поэтому я против клейма, я за разнообразие, и я за то, чтобы люди сами себе рисовали картину мира не под общую гребенку и не под единый стиль, не подравнивали себя, а находили свое личное решение, свой личный стиль. Хорошо. В 2005-м вы сказали, что нам, россиянам, на тот момент вкус в одежде не привили. А безусловно, с тех пор мы вели 15 лет программу «Модный приговор». Я считаю, что эта программа была потрясающим пепеньером, цветником, рассадником вкуса. И так как программа шла ежедневно, то, естественно, мы старались не только привить, но и укрепить знания. Сколько выставок по истории моды я сделал в стране. Всего я сделал 250, если вам интересно. Сколько книг я написал, 40 книг, кто не знает, найдет в интернете. Сколько лекций. И нельзя тянуть одеяло на себя. Кроме меня выросли и новые таланты. Масса стилистов. Около 100 дизайнеров в России создают моду. А пыталось создать около тысячи. Только 100 укоренилось и открыли свои предприятия. А другие сделали коллекцию и ушли на свалку истории. Понимаете, это тоже очень трудно. Сколько людей занимаются сегодня лекциями по этой теме? Сколько дают стильных советов? То есть это говорит о том, что страна очень изменилась. Она изменилась в лучшую сторону. И все мы, я в том числе, приложили большое усилие в этом стилистическом развитии, чтобы нам было не стыдно. А в чем главный был стыд? В смешивании цветов. Большинство россиян в 2005 году считали, чем больше цветов на них надето, тем лучше. То есть если на них 12 оттенков разных цветов, то это даже и очень хорошо. Ушло это? Мне кажется, да. Я вот смотрю на вас, я смотрю на себя и смотрю на себя и смотрю на студию. Это тоже отражение. Ведь мы ищем не яркость, не красочность, а какую-то стилистическую сдержанность. И эта стилистическая сдержанность выводит нас на новый эволюционный путь развития. Ура! Прошли мы этот путь. Очень хорошо. Как раз прям вот к тому, что вы сказали про поросль, так скажем, молодой, новых дизайнеров и стилистов и так далее. Вы действительно протоптали тропинку прям, да? Да, я шел по невспаханному полю. А за вами-то пошли. Пороной. Легче на грядках сажать, когда вы их уже вспахали, легче сажать. И когда я открываю интернет, и я вижу, что есть другие люди, которые повторяют мои лекции, я счастлив. Я совершенно не ревную и не злюсь, потому что я все равно все охватить нельзя. Кто-то пускай это делает, это будет рупор. У нас есть как раз несколько фамилий, да, несколько фотографий. Мы хотели их вам показать и спросить, вот за кем из молодых ребят стоит последить, на кого с вашей точки зрения нужно обратить внимание. Покажите, пожалуйста, вот Тим Ильясов. Тим Ильясов мой очень большой друг, очень талантливый человек, к сожалению, находится сейчас не в России. Анатолий Вовко живет в Петербурге, очень активно ведет свой Инстаграм. Мой ученик, очень талантливый молодой дизайнер. Данил Грачев. Данил Грачев встречался, и он даже приходил к нам в программу «Модный приговор». Перспективен и талантлив. И Александр Рымкевич, тоже мой бывший выпускник, в МГУ учился у меня. И я горжусь тем, что действительно очень много людей прошли эту школу, потому что я являюсь научным руководителем отделения, которое называется «Теория моды» в МГУ имени Ломоносова. Последние 23 года я являюсь доцентом и кандидатом философских наук. Это все те, которые подтрунивают и говорят «А кто он такой? Откуда он такой взялся?» Я вам хочу сказать, что я еще почетный академик Академии художеств России. А вот вам. То есть удачно вы подобрали имена, не то, что вы кого-то выделили, а все молодцы. Они все молодцы, и я желаю всем удачи, потому что у них есть то, чего нет у меня. Энергии молодости. И я очень-очень рад, что есть смена, которая будет работать и дальше. Прекрасно. Прервемся на маленькую техническую паузу. Сейчас вернемся обратно через 15 секунд. Теперь любое увлечение – это ОМК. Можно увлекаться садом, но сбежать из него в путешествия. Можно съесть чужого коня, но оседлать своего. Одноклассники – это десятки тысяч интересов. Мои увлечения – это ОМК. Как обычно, быстро пробежала пауза. Александр Васильев у нас в гостях по-прежнему, ничего не поменялось. И мы продолжаем. Вы часто, очень хлестко, я бы сказал, комментируете стиль наших звезд. Да. Такой вопрос. Не было ли после этого? Было. Было. Подходили ли, говорили ли, что чем вы? Смотрите, самая яркая вспышка хейта была со стороны Лолиты Милявской. О, как. Потому что, вы знаете, что Лолита очень любила обтягивающие наряды при весьма корпулентной фигуре. Что производило впечатление продукции Микояновского мясокомбината? Это нехорошо. Я сделал ей замечание, она очень резко ответила, а Васильев сам в обтягивающих красных штанах. Она была права. Но с тех пор мы стали лучшие друзья. И это не перепалка, скажем, а столкновение нас абсолютно сплотило. Мы стали не только переписываться в соцсетях, поддерживать друг друга, посылать друг другу сердечки и смайлики. И я считаю, что это очень хороший совет. А некоторые звезды благодарны и сказали, что совет со стороны, я не стараюсь никого обидеть. Я стараюсь облечь это в самую... У вас звенит телефон, вы слышали об этом? Вообще здесь идет съемка и всегда лучше выключать. Это первый такой урок. Прямой эфир, что делать? Ну что, всякое бывает. И поэтому я хочу сказать, я стараюсь быть нерезким, потому что грубость не пример тактичного человека. И даже в перепалках в одноклассников, потому что на меня очень часто выходят и хейтеры, и тролли. Я их очень легко баню, потому что они всегда без фотографии, с тремя друзьями. Я вас учу, как их распределить. Нет фотографий, всегда они живут где-нибудь типа Тринидад и Табагу или остров Аруба. Они никогда не пишут, что это выселки на Малиновке или это Ейская область Якчанского края. Им это не нравится. И, конечно, их можно просто даже не отвечать. Чтобы не вызвать волну хейта, я вам хочу сказать, никогда не отвечайте на хейт. Баньте людей, не старайтесь извлечь из своей речи какие-то такие очень интересные цитаты. А вот я ей сейчас покажу, я ей такое скажу, она как посидеет и как присядет. Это никому не нужно. Просто сразу в ЧАЭС, это очень хорошо работает на одноклассниках, переписка закончена. При первой грубой фразе. Кликайте и до свидания, друзья, до свидания, друзья. Прекрасно. Огромное количество вопросов на тему возрастных ограничений в моде. Да, они, конечно, есть. Вот, но, учитывая, что, как говорят сейчас, 50 это новые 40, а 40 это новые 20. 30, а 20 это новые 5. Вот вопрос, уместно ли, например, дамам, скажем, в районе 50 носить мини, учитывая, что 50 это уже не 50. Все зависит от их ног. Посмотрите. Мини можно носить до 95 лет. Блестяще. Но показывать это всем не надо. У вас для этого есть кухня, коридор своей квартиры, ванна, лоджия, балкона, где вы можете ходить в мини. Если вы считаете, что ваши ноги недостойны того, чтобы их показать, например, они слишком зажигательные, то есть как спички, или волнующие, как кривые волны, или наоборот музыкальные, как у рояля. Не стоит тогда показывать их так. Есть другой вариант. Подумайте о том, что существуют плотные колготки. Они будут выглядеть как лосины, и с ними мини не будет выглядеть вульгарно. О! Мини выглядит вульгарно, если на вас либо колготки в немного дэн прозрачные, либо обнаженные ноги. Тогда это, знаете, гранд катастроф, большая катастрофа. Это не надо делать. А если вы нашли плотные колготки в цвет вашей обуви и носите при этом мини, даже если они сделаны из эко-кожи, эти мини, или из замши, это не будет выглядеть как девушка низкой социальной значимости. Блестящий. Спасибо большое. Пожалуйста. Туда же. Вот Татьяна спрашивает, и я позволю сейчас немножко, наверное, переформулировать. Татьяна пишет так. Какой стиль одежды вы можете порекомендовать женщинам бальзаковского возраста? Ну, насколько мы помним, бальзаковские возрасти это слегка за 30. Я думаю, она имела в виду, конечно, чуть постарше. Я объясню. Да. Каждого человека нельзя давать совет не видя человека. Это абсолютная профанация. Может быть, дама, которая написала нам странешка, а может быть, она пончик. Может быть, она высока, а может быть, она низкорослая. Может быть, она рыжуля, а может быть, она седая. Все может быть по-разному. Поэтому советовать так невозможно. Я вам дам другой совет. Выберите себе среди уважаемых персон вашего возраста актрис, поэтесс, певиц, политических деятелей. Тот идеал, который вам кажется, похож на вас мастью, хоть не внешней, но мастью, и фигурой. И смотрите, как одеваются они. Это вам будет потрясающая подсказка. И вы будете выглядеть всегда прилично. Потому что ваша проблема решаема. Ее же решили миллионы других женщин. Это блестящий совет. Эти люди же заплатили кому-то деньги, чтобы их так одели. И у них получилось. Смотрите на них. А вы бесплатно сдираете этот образ. И сдирайте смело этот образ. Если этот стиль вам кажется подходящим к вашей работе, к месту жительства, к вашему семейному положению, к вашему отношению, к вашей религии, наконец. Да, принято. Очень хорошо. Продолжаем тоже так. Я переформулирую следующие вопросы, более обтекаемо. Часто женщины машут на себя рукой. Семья большая, денег не хватает и так далее. Может ли быть стильным человек с зарплатой в 30 тысяч рублей? Ну, видимо, условные какие-то деньги. Можно быть при любых деньгах. Для этого у вас существует секонд-хенд. Прекратите бежать в дорогие бутики, если это отрывает у вас ваши средства. Есть продажи одежды на вес. Не надо на них махать рукой. Это не мое, это ваше. Потому что вы найдете тот цвет, который вам подойдет. Это может быть тот оттенок, который идет, литчит вашим глазам или к вашим волосам. Это может быть тот крой, который вам идеально подходит по вашей фигуре. Поэтому я, когда был молод, такой период тоже был в моей жизни, у меня не было средств. Я всегда одевался в секонд-хенде. И никогда этого не скрывал. Сейчас я одет, как ни странно, в отечественных дизайнеров. На мне пиджак Кирилл Гасилин. Русские очки сибирской работы. И украшения из серебра с моей монограммой. Тоже российского бренда, который я рекламирую. Прекрасно. Очень много вопросов пришло по поводу зимних образов, естественно. Давайте. С территории России и моей любимой Канады. Вы там лесорубом подобрали. Конечно, да. Вот канадцы интересуются. Как выглядят стильно и красиво, когда на улице минус 30, ветер, и надо на общественном транспорте ехать по делам? Не надо думать о стильности и красивости, когда минус 30 и минус 40. И надо одеваться тепло. И избегайте встреч в транспорте. Это самое неправильное место для знакомства. О как. Друзья, соотечественники, don't mind. А прекратите. Знакомиться на остановках – это ужасно. Там только маньяки. Они надругаются над вами и бросят. Вот. А вы потеряете... Я давно не был в составах общественного транспорта, и теперь понимаю, почему. Очень нужно было. Как вы относитесь к эко-трендам, например, к отмене шок из натурального... Абсолютно. Я поддерживаю. Я считаю, что животные, животные, наши друзья, создано огромное количество меховых вещей и аксессуаров. Почему бы их не доносить? Если вам нравится и вам очень холодно, носите старую меховую шубу. Если она выносилась, купите себе чужую меховую шубу и донашивайте ее. Если вам нужна меховая шапка, а не синтетическая, потому что в вашем крае вам очень холодно, купите другую меховую шапку, которую уже до вас кто-то поносил. Я считаю, что мы должны хранить нашу планету, сохранять ее, но этот экологический тренд коснется и всего мясного. Поверьте, мой прогноз, через 10 лет мясо в Европе отменят. Мы будем есть сверчков и червяков. Я против этого. Поэтому я люблю мясные продукты, но я понимаю, что это животное. Есть уже очень хорошее сублимированное мясо. Очень вкусные червяки, я верю, но я не хочу вкусных червяков. Александр. Я не хочу вкусных червяков. Без шубы и без мяса. Да, вот я слышу. Придется, мы пойдем туда. Продолжаем. Вопросы от зрителей просто я задаю бегом. Назовите, пожалуйста, пять предметов одежды, на которые стоит потратиться этой весной. То есть тренды вот ближайшего времени. Нижнее белье, если у вас роман. Неплохо. Это обязательно. Модная обувь, а обязательно. И сегодня, к сожалению, это только пластика, только кроссовки. Я очень против этого и стараюсь никогда не следовать этой моде. Но это наше новое направление. Хорошее пальто, но это может быть и хороший модный пуховик. Избегайте горизонтальных линий в пуховиках всегда. Они полнят. Старайтесь покупать без простежек, либо с вертикальными линиями. Спасибо. Вот нашел еще один комментарий под... Любопытно. Пост старый 2005 года, а комментарий свежий. Так бывает. Да, дошел. Какая-то дама пишет. Ранний Васильев. Сплошное удовольствие. Жизнь сделала его более циничным и менее добрым. Согласны ли вы с этим утверждением? А я думаю, что и дама тоже изменилась за последние 20 лет. Ранняя дама, наверное, была как цветок. А сейчас, может быть, даже как спелое яблочко. Неплохо. Оптика поменялась. Да. Понимаю. Очень много, конечно, сообщений о том, что скучают по вам на экранах. Ну, я выхожу постоянно недавно в канале Садис Пикакова. Я выходил. Я стараюсь выходить. Это на культуре, да? Это вопрос другой. Понимаете как? Сегодня много времени на первых каналах, я имею в виду на федеральных каналах, отведено другой теме. Да. Теме насущного. Мода не считается сегодня насущной. Ну, вообще, какие-то, в принципе, мысли о возвращении когда-то рекламной? Я слышу регулярно намеки на то, что когда-то что-то вернется. Но, вы знаете как? Поработав в кресле судьи 13,5 лет, я понимаю, что я могу работать и в других областях. Понимаю. Оставляем интригу, тогда здесь подвесим, и вот тогда чуть-чуть другое, и тем не менее. Когда ждать появления в Москве музея моды вашего? Знаете, пока идет СВО, этого не случится. Средства потрачены на другое. Первое. Второе. Я открыл музей моды в Зеленоградске, Калининградской области. Это музей курортной моды. Он очень популярен. И туда приходит очень много людей у нас, до 300 зрителей в день, что для музея считается очень-очень много. Это же не супермаркет. Но, тем не менее, в Москве просто не хотят музей моды, и тот, что был, был закрыт этим летом, потому что мода явление социальное. И тут я могу всем одноклассникам сказать мою правду, у каждого своя правда. Сравнение качества тканей и материалов дореволюционной России с качеством тканей и материалов в одежде послереволюционной России будет не в пользу второй. Никому это, видимо, не нужно. Видимо, сегодня не нужно. Мы говорим о тканях и материалах. Да-да-да. Туда же вопрос о тканях и материалах. У вас огромная коллекция. Огромная. Я ее выставляю во многих странах мира. Часто выставляю и в России. Вот сейчас, например, в знаменитом музее Тропинина у меня чудная выставка мода на чай в Москве, и она пользуется популярностью. Ее даже продлили. У меня откроется этим маем большая выставка о революции и моде в Горках Ленинских, там большой, и большой выставочный центр. И мне предложили в ГУМе огромную выставку, но тоже на тему, которая, видимо, сейчас актуальна. Советская мода. Ничего западного, ничего иностранного, потому что это, как бы сказать, наши оппоненты. Ну, что будем показывать красивые нейлоновые сицевые платья. Почему бы и нет? Почему бы и нет, тоже интересно. Туда же, к этой же коллекции вопросы такие были. Не предлагал ли кто-нибудь ее у вас выкупить? Вы знаете, были предложения подарить, но я пока считаю, что я могу обойтись. И это ведь тоже мой вклад в мою пенсию, это тоже мой вклад и в мою культуру. Это как раз из музея Тропинина фотографии вы сейчас показываете. Моду на чай, вы можете это все найти в Замоскворечье. Ну и кроме этого хочу вам сказать, что очень, это вот как раз у нас в Зеленоградске музей, музей курортной моды. Я очень-очень счастлив, что подобного рода выставки идут, что они продолжаются, что есть огромный интерес к винтажу, к винтажным платьям, к истории нашей страны в разных формах, форме одежды, материальной культуры. Как таковой, поэтому я буду всегда стараться это продолжать. Если нет, у меня есть последователи. И я прекрасно понимаю, что этот флаг примут не только вот те четверо, которых вы объявили, но и все другие, которые будут стараться тоже заниматься этим же делом. Им это интересно, им это полезно. Это говорит о том, что моя барана не прошла их стороной, потому что до моего появления у нас практически не было ни одного историка моды. Были историки костюма. Они больше занимались народным костюмом, фольклорным костюмом. И даже мой педагог, великая Марья Николаевна Мерцалова, занималась историей моды только до 1950 года. То есть, что было позже, она сказала, это уже неинтересно. Ничего, ага. Да, так. Ну так-то это было в ту пору. А в вашей коллекции, вот что представляет, скажем, моду в последних десятилетиях 20 века? У меня очень много и современных дизайнеров, и российских, и западных. И очень много предметов и аксессуаров. Это касается обуви, главных уборов, солнцезащитных очков, предметов кожаной, ландерей, косметики, духов и так далее. Очень много фотографий, журналов. Я стараюсь и получаю очень много даров, потому что даже из одноклассников часто женщины говорят, а у меня вот сохранилось в Екатеринбурге платье такое-то, куда выслать? И я могу вам даже сказать, что я нахожусь до востребования Москва-119-270 Александру Александровичу Васильеву. Почта до востребования. Мне приходят бандероли, и так как у меня электронная подпись, я могу всегда их получить. Вы, если хотите мне что-то послать, вы можете мне прислать. Только напишите, кто это носил, в каком году, кому это принадлежало и кто дарит. В какой губернии. Потому что тогда я смогу это внести в каталог. Потому что очень часто я получаю от вас, одноклассники, подарки без сопроводительной записки. И я никогда не смогу написать, что за учительница, что за врач, что за инженер или что за доярка носила это любимое ее свадебное или платье на танцы. В каком году, в каком городе. Понимаю. И многие приносят и очень интересные вещи. А были ли какие-то предметы в коллекции, которые не в качестве подарка пришли, а за которыми вам пришлось охотиться? Да, и очень много. В 25 лет я искал пару туфель. Любовь Петровна Орловой, которые хранились в Израиле у ее коллеги, известной израильской актрисы в прошлом москвичке Этель Ковинской, которая была в одной гримерке с Орловой и получила от нее в подарок туфли. И так как гардероб Любовь Петровна Орловой был выкинут на помойку ее же потомками, это ужасно. Практически не осталось ни одного платья. А у нее был довольно солидный гардероб. И это очень-очень обидно. У меня есть одно платье Любови Орловой, один палантин из горностая, из кинофильма «Цирк» и ее туфли. Это, конечно, неплохо. Я бы хотел получить больше. И я обращаюсь к одноклассникам даже с просьбой. Вдруг у кого? Если вдруг у кого-то сохранились вещи, связанные с жизнью знаменитости. Я об этом много писал на своем сайте «Одноклассники». Актрис, певиц, политических деятелей, деятелей литературы, искусства или даже просто чем-то знаменитых или значимых людей в вашем городе. Пожалуйста, пишите мне. Я буду рад вашим дарам. Я всегда составляю картотеку, запишу и ваше имя. Потому что у нас, к сожалению, нету государственного музея моды. Нету. Я являюсь не единственным коллекционером. Я просто крупнейший коллекционер. Есть и другие, более мелкие, они тоже собирают. Если вы не дойдете до меня, подарите кому-то. Не выкидывайте вещи на помойку. Потому что они даже крысам там будут не нужны. А бомжи у нас такие привередливые. Бередливые. Они не носят. И еще я вам хочу сказать очень важную вещь. Многие люди думают, мы отнесем вещи в храм. Но! Большое но! Вещи в храме разбирают люди низкого социального достатка. Часто бомжи и пьющие. У них нет стиральной машины. Они их не стирают. То есть они их выкидывают в помойку. То есть поносили месяц-два и выкинули. Да. И они их выкинули. Поэтому это ни им не помогает, ни культуре нашей страны не помогает. Я призываю очень страстно вас сохранять это наследие. Не выкидывайте это кружево. Не выкидывайте это старинное белье, эту обувь, эти шляпы. Эти ювелирные или даже бижутерные украшения, флаконы духов, платья, габардиновые пыльники. Вы знаете, куда это можно передать. Мы находим этому место. Применение чистим, реставрируем и делаем очень много выставок, которые нужны нашим потомкам. Потому что они ничего не будут знать иначе о нашей стране. Костюм лучше другого отражает все те перемены социальные, политические и эстетические, которые происходили на фоне перемен мод. Вот такое прекрасное объявление. Надеюсь, вы услышали. Я уверен, что будет вау предложение. Очень надеюсь. У меня тоже есть некое обращение к нашим зрителям. Друзья, уже 8 февраля наша главная игуана Чекуня. У нас есть такая. Она известная. Да, известная. Она отмечает юбилей. Сколько ей? Вот. Нашей ящерке исполняется 10 лет. Старуха. Ну, нет, по игуаньям меркам вполне себе. Молодуха. Друзья, мы как раз хотим собрать друзей и насладиться сотнями поздравлений. Будет торт, будут гости и, конечно, будут подарки. Обязательно она есть торт, будет делиться с нашими зрителями. Друзья, подписывайтесь на Чекуню в Одноклассниках, следите за нашими новостями. Крекс, Пекс, Тирекс, как мы тут говорим. Вот адрес на экранах. Отметим десятилетие Чекуни вместе. Как это здорово. Да? Да. Вот. Но и это не все. Не все радости. Одноклассники это же не только площадка для общения, но и большое-большое количество групп, где люди делятся своими интересами, своими хобби. Такого очень много. Да, и чем только там люди не занимаются, вопрос к вам. Я понимаю, насколько широк спектр ваших интересов, поэтому давайте попробуем нащупать. Есть ли еще хоть что-то, какое-то увлечение, о котором вот никто не знает, о котором вы еще не рассказывали? Ну, я очень люблю заниматься цветоводством. Так. Во-первых, у меня несколько садиков, потому что, не скрою, за свои тяжелые трудовые будни я заработал не только на дома, но и на садике перед ними. И я действительно высаживаю розы редких сортов. Я высаживаю ирисы, пионы, тюльпаны. Это мне все очень близко. Это садоводство. Я очень люблю кулинарию. Я очень хорошо готовлю, много принимаю. Мне очень нравится искусство стола. Я считаю, что сервировка стола – это интереснейшая вещь. Дизайн интерьеров обожаю и много оформляю. Занимаюсь обрамлением картин. Ищу, потому что живопись для меня интересная вещь. Не надо мне предлагать пейзажи современных художников. Я их не собираю. Старинные портреты мне присылают, но они часто как-то тоже меня не так трогают, как фотографии. Но это тоже интересный факт. И путешествие, лингвистика, знание языков – это одно из моих увлечений, которые я стараюсь развивать. Так же, как и мои музыкальные вкусы. Я много слушаю различной музыки и открываю для себя композиторов, открываю для себя исполнителей. И это очень для меня важно. Принято. Очень-очень здорово. Куча вопросов осталось еще. Давайте мы сейчас прям попытаемся. А я могу быстро. Максимальное количество их. Я никуда не тороплюсь. Смотрите. Ну, сейчас мы попробуем. Мы торопимся все задать, чтобы… Быстро я отвечу. А смотрите, что мы сейчас. Давайте попробуем вот такую штуку сделаем. Вот есть десяток вопросов, например. На что успеем ответить. Я отвечу. И вот как будем выбирать. Мы вам сейчас покажем первые строчки этих вопросов. Да, а я догадаюсь. Чтобы никому не… Не надо догадываться. Выберите, на что вам было бы интереснее ответить. И на этот вопрос ответим. Успеем? Давайте. Ответим на следующий. Спасибо, Лисоруб. Пожалуйста. Давайте. Вот. Я зачитаю. Я вижу далеко. Смотрите. Вопросы следует. Владимир Сидельников. Любопытно посмотреть ваши… Такое. Интерьеры. Например. Нет. Александр. Сергей спрашивает. Александр, а когда наша отечественная мода станет модной? Например. Вот такой у него вопрос. Он задает. Наша отечественная мода не станет модной в ближайшее время и только внутри нашей страны. Как вы знаете, резонанс России сегодня вокруг ее границ. И поэтому внутри границ наши дизайнеры будут продолжать творить свои чудеса. Очень хорошо. Интересно ли вам было бы ответить на вопрос, который начинается со слов «довольно часто вы иронично высказываетесь о…» Я даже не знаю о ком. Продолжаем тогда? Хорошо. О менеджерах клининговых компаний. Ну да, но… Загадка. Почему? Понимаете, почему? Потому что у нас маникюрш… Не принято называть маникюршами. Их называют мастерами ногтевого сервиса. Я считаю, что это неправильно. У нас не называют уборщицу, русским словом уборщицу, он называет иностранным словом клининг-менеджером. Зачем это менять? Уборщица – это уборщица, маникюрша – это маникюрша. И я думаю, что не надо подменять сложными языковыми фразами простые понятия, известные всем. А вот, например, спрашивают. А Александр, когда вы встречаете прохожих на улице? Никогда не смотрю. Вы знаете, ведь это моя профессия, не мое хобби. Поэтому у меня нет ни времени, ни желания тратить мое время на прохожих. Я это делаю, как правило, профессионально, в программах, на экране, в журнале. За деньги – это моя профессия. Принято. Мне совершенно неинтересно обсуждать какую-то судачить. Я же не бабушка на лавочке перед подъездом. Принято. Опять вопросы про холода. Смотрите, опять из Канады спрашивают. У нас, опять же, за 30, ну, как положено, я по старинке без валенок не могу, а вот молодежь, дочу, старинное канадское слово, дочу, не могу заставить надеть валенки. Как бы прорекламировать для молодых этот прекрасный элемент одежды? Как? Наша молодежь не любит проявление национальных предметов в одежде. Мы полностью находимся под колпаком культуры других стран, пытаемся из-под него вылезти, но это обретает другие формы. Все автомобили в нашей стране только иностранные, в большинстве случаев 90%. То же самое касается всех 100% мобильных телефонов, компьютеров, других предметов бытового сервиса технического. И мы пока не можем заставить людей не носить сарафан, не носить косоворотку, хотя есть продавцы их, или кокошник, или поводник. Не ждите, этого не случится. То есть пока не сделают меховые чудо-кроссовки? Нет, это случится по-другому, когда мы сделаем свои телефоны, свои автомобили, свои прекрасные самолеты, не Боинги и не замечательные аэробусы. Тогда по-другому начнется отношение к отечественной культуре, как к умению. Потому что считается, ну, раз там не получилось, то и валенки у нас, уги лучше получились в Австралии. Понимаю. Любопытно посмотреть ваши рекомендации по моде. Затроньте, пожалуйста, и мужскую часть населения, а то ходим, как не пойми кто. Это вы виноваты в том, что вы ходите, как не пойми кто. Вот я с моим соведущим не ходим, как не пойми кто. Вообще не ходим. Поэтому вы должны сами следить за этим. Для вас мы не няньки, которые должны вас переодеть. Вы считаете, что вот ваши треники, спортивные костюмы и ваши кроссовки это то, что нужно. Продолжайте делать. Может быть, ваши женщины вас такими и любят. Именно. И смотрите, прямо сюда же. Вот Лана спрашивает. Александр, а как вы относитесь к одежде в стиле спортшик? Ну, смотрите, если нечего другого надеть, то носите одежду в стиле спортшик. Это просто спортивная одежда, которую выдают за шик за неимением другого шика. Ну, это же сейчас, насколько я понимаю, действительно очень популярно. Очень популярно. Причем к спортивному добавляют какой-то элемент яркости. Да, брошечку и бандит. Да, да. Нет. Я небольшой поклонник. Хорошо. Халида Абузарова спрашивает, точнее не спрашивает, а жалуется. Очень редко стала ходить в платьях. Я так понимаю, она про себя, видимо. Вряд ли, да. Но так хочется надеть такое платье, чтобы было в нем и комфортно, и удобно, и красиво. А нету здесь вопроса, на самом деле. Не знаю ее фигуры, совет. Мне подсказывают, у нас есть фотография. А давайте посмотрим. Давайте. Ну, она правильно оделась. Смотрите, при такой корпулентной фигуре притальные вещи вам не идут, но вот эти рюши понизу, они явно лишние. Так же, как и буфы на ваших рукавах. И цветы не нужны. А что там добавить? Может быть, что-то, что убрать? Нет, надо всегда смотреть, не что добавить, а что убрать. Убрать цветочный рисунок, два ряда рюши снизу и буфы на рукавах. Потому что ваше платье тянет на фольклорную одежду. Вы же не хотите одеваться, как фольклорная женщина? Что-то более прямое, более строгое, более аккуратно. Слушайте, ну прекрасно. А так, ну все наши пользователи, конечно, все красавцы и красавицы. Ложь. Это даже не обсуждается. И в минус 30, и в платье. Да, и в плюс 30. И в любую погоду. Ну, вот ровно то, собственно, и случилось, о чем я и говорил. Время подошло к концу. Спасибо всем большое за очень содержательную встречу. Остаемся ВКонтакте на страницах Одноклассников. Обязательно. Приходите ко мне на страничку. Есть даже и группа Васильев и Друзья. Есть просто группа Александр Васильев, там, где я ее веду сам. Каждый день выкладываю новые фотографии. Рад новым друзьям. Новым подписчикам. Полностью поддерживаю эту сеть, которая очень любима, на мой взгляд, больше женщинами, чем мужчинами. Я не знаю процентного отношения. Ваши менеджеры нам скажут, сколько мужчин. Вы не ошибаетесь. Да, а сколько мужчин. И думаю, что в основном это лица старше 45 лет. Потому что, думаю, одноклассниками они стали до 90-го года. Я, в свою очередь, призываю вас, собственно, присылать как раз вещи. Подарки, подарки, присылайте подарки. И приходите в музей, ну, хотя бы в тех городах, где они есть, где они существуют. С ними мы будем очень рады. Желаю всем счастья, мира, добра. Спасибо. Здоровья, хорошего настроения, радостной весны и, конечно, приятной встречи на Одноклассниках. Ну, а с вами давайте через 100 эфиров тогда снова. Обязательно вернемся. А может и раньше. Как получится, снова очень хочу вас здесь сегодня. Спасибо вам большое. Все, прощаемся до следующего четверга. Как всегда, в 8 вечера я вернусь. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok